Мы мотивируемы тем, что нас тяготит. Кого-то беспокоит изменение климата. Такой человек делает всё возможное, чтобы уменьшить свой углеродный след. Кого-то тяготит ситуация в его семье. Такой человек хочет получить консультацию и инвестирует в семейные отношения. Кого-то тяготят проблемы со здоровьем. Такой человек обращается к докторам за советом и меняет свой образ жизни, чтобы оставаться здоровым. Кого-то беспокоит его финансовая ситуация. Такие люди уделяют особое внимание своим доходам, прибылям и инвестициям. А что тяготит вас сегодня? Что тяготило Иисуса? В Матвее 8 и 9 Иисус шёл из одного селения в другое. И по пути он видел разных людей и чувствовал сострадание к ним. Он видел овец без пастуха. И эти овцы напуганы, обеспокоены и озадачены. А ещё они беспомощны и истощены. Они не могут подняться и спасти себя сами. Вот что видел Иисус. По мнению Иисуса, овцы потерянные. А что это значит? Что они погибают и вредят себе? И это тяготило его? А меня это тяготит? Вас такое тяготит? Я молюсь о том, чтобы мы переняли то же бремя, которое несёт Иисус. Именно из-за этого бремени Иисус просит своих учеников срочно молить Господина Жатвы, чтобы Он выслал работников. И если они будут молиться, то уловят состояние Его сердца. Ученики уже были призваны следовать за Иисусом. А в 10 главе Иисус даёт им своё первое поручение. Если они будут молиться, то услышат Его поручение служить. И они сами станут первым ответом на свою же молитву. Нам следует обратить на это внимание. Матвея 10.1. И призвав 12 учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Служение Иисуса, Его проповеди, учения и исцеление — всё это характеризовалось божественной властью. И теперь Иисус делегирует эту же власть своим ученикам. Они будут иметь власть для провозглашения Евангелия Царства, исцелять все болезни и изгонять демонов. Всё, что будут делать ученики, будет зависеть от власти, делегированной им Иисусом. Ученики выступили в силе и власти Царя Иисуса. С приходом Иисуса сатана столкнулся с равным себе, и даже значительно больше. Сатана больше не является неоспоримым правителем мира. Но нечистые духи, которые взбунтовались против Бога и враждебно настроены против человека, сильно противостоят ученикам Иисуса. Учеников ждало столкновение с духовными силами, но они, как Иисус, могли изгонять демонов. Значит, пленные получат свободу. Поразительно. Вот так власть. Послушайте их имена. Второй стих. Двенадцать же апостолов. Имена Сутии. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Яков Зеведеев, и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матвей Мытарь, Яков Алфеев и Левей, призванный Фадеем, Симон Канонит, и Иуда Искариот, который и предал его. Двенадцать учеников были уникальны тем, что они отражают двенадцать колен Израиля и символизируют Божье призвание и избранность израильского народа. Бог изначально задумал, чтобы Израиль был царством священников, которые станут посредниками Божьего благословения для всех остальных народов. Иисус планировал воссоздать новый, обновленный Израиль, основываясь на его отношениях с двенадцати апостолами. Иисус наделил их своей властью и поручил им стать его специальными представителями, которые заложат основание церкви и напишут Новый Завет. Но эти двенадцать очень разные. Пока я буду рассказывать вам о них, спросите себя, кто больше всего похож на вас. Петр — главный представитель всей группы. Он всегда впереди планеты всей. Он бизнесмен и регулярно занимает лидерские позиции. Его брат Андрей чувствителен к Божьему водительству. Хотя Андрей в тени своего брата, но мы видим, как он приводит людей к Иисусу. Иаков и Иоанн оставили успешный семейный бизнес, чтобы следовать за Иисусом. Их отец был настолько успешным в бизнесе, что брал на работу других людей. А их мама поддерживала Иисуса финансами. Они были родственниками первосвященника. Иисус назвал Иакова и Иоанна сыновьями Грома, потому что у них взрывной характер. Однажды они хотели, чтобы Иисус вызвал огонь с неба и сжег какой-то поселок в Самарии. Вот так миссионеры. Сожги их Иисус. Но со временем Иисус изменил их сердца. Они научились любить Божьей любовью. Позже Иоанн пришел к тем же самарянинам с благой вестью об Иисусе. А Иаков стал первым из учеников, мучеником за веру. Иоанн умер самым последним. Филипп не входил в близкий круг, но он всегда занимал лидерскую позицию среди менее известных апостолов. Варфоломей известен своей невероятной честностью. Он правдоруб. Фома — скептик, который в итоге сделал одно из самых глубоких заявлений об Иисусе. Его слова стали кульминацией Евангелия от Иоанна. Матфей — мытарь, бывший предатель своего же народа, который стал миссионером к ним. Иаков — сын Алфея. Явно моложе и менее известен, чем другой Иаков. Но он был верен Иисусу до конца своих дней. А еще был Фадей по прозвищу Иуда. О нем мы мало что знаем. В команду входит даже Симон Канонит. Канонит — это транслитерация арамейского слова, что значит «зелот». Этот Симон был революционером. Он принадлежал к иудейской террористической организации, которая радикально противостояла римской власти. И последний в списке — Иуда Искариот. Он был не очень честным казначеем этой группы. Он предал Иисуса. Видите ли вы себя в ком-то из этих учеников? Представьте эту группу вместе на миссии. Представьте бывшего мытаря Матвея, который работал на римлян, вместе с Симоном Канонитом, который был радикально против Рима. Они были полными противоположностями. В идеологическом смысле. Волнения внутри команды, наверное, были такими же, как волнения на Галилейском море. Представьте рыбака Петра в одной команде с Матфеем, которому он платил налог у моря. Возможно, когда они ужинали у костра, Петр отдавал ему объедки. Эти двенадцать, кажется, представляют всех, кто следует за Иисусом. Слово «апостол» просто означает «посланный». Все, кто следует за Иисусом, посланы им. Большинство комментаторов согласны, что принципы, изложенные в этом отрывке, распространяются на всех учеников во всех поколениях, включая нас с вами. Апостолы были обычными людьми, такими, как мы с вами. Если Бог смог трансформировать их жизни, Он может сделать это и с нами. Если Бог мог использовать их, то может использовать и нас. Матфей описал апостолов парами. Возможно, чтобы отразить то, что сказано в Марка 6-7, что они пошли на двое. Когда эта разношерстная группа разошлась по поселкам Галилеи, они формировались и трансформировались. А что бы сказал Иисус нам с вами? «Идите со своей командой, Я буду трансформировать вас по пути». В этом отрывке Иисус дает ученикам весьма конкретное краткосрочное задание. «Сих двенадцать послал Иисус и заповедовал им, говоря, «На пути к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите на Ипачи, к погибшим овцам дома Израилева». «Не ходите на путь к язычникам» означает, не выбирайте дорогу, которая ведет к языческим землям. То есть не нужно было идти на север в Тир, Исидон, или на восток в Десятиградье, или на юг в Самарию. Это короткое задание нужно было исполнить в Иудейской Галилее. Почему нужно было ограничиться только израильтянами, если Иисус уже служил не евреем в Галилее? Во-первых, Иисус ограничил свое служение только для евреев, хотя сразу было понятно, что Он послан ко всем людям. Как Мессия, Иисус пришел исполнить пророчества Своего народа, как их Царь и Искупитель. Его миссия заключалась в том, чтобы спасти Его народ от их грехов, чтобы они стали благословением для других народов. Так и случилось. Первая церковь состояла из евреев, Иерусалима и Иудеев, а потом расширилась на Самарию и разошлась до краев земли. То есть Иисус. Бог исполнил свое обещание израильскому народу по завету. Бог всегда держит слово. Во-вторых, это короткое задание было одним из этапов подготовки учеников, которые после Пятидесятницы пойдут с миссией по всему миру. В-третьих, скорее всего, ученики еще не были готовы к трудностям в языческом мире. Их сердцам еще нужно было измениться. В-четвертых, время этого задания было ограниченным. Им нужно было пойти и вернуться очень быстро. А какое у вас задание? Если мы ученики Иисуса, то у всех нас есть ежедневное задание с индивидуальными деталями. У нас есть задание быть отцом, матерью, сыном, дочерью, бабушкой, дедушкой, дядей, тетей. Иисус сказал бы нам, живите в соответствии с вашими конкретными ежедневными заданиями. Иногда мы можем даже отправляться на краткосрочные задания в другие места. Помню, как я был на таком задании в Никополе, в Украине. Нашей целью были поселки вокруг города. Мы ходили по двое, а иногда по трое из дома в дом, рассказывая благую весть об Иисусе и молясь за людей. Один человек в нашей тройке говорил на украинском и на русском. Мы были разношерстной группой из канадцев и украинцев. Многим в команде было за 70. Я был значительно моложе. Ходя по улицам сел, мы видели людей и молились за них. Зачастую в моей команде были две женщины, Ольга и Фрида. Почему-то я дал Фриде прозвище Брудер, что значит «брат» на немецком. Не зная почему, тогда мы много смеялись. Мы стали командой. В каждом доме кто-то из нас рассказывал историю своей жизни. Некоторые люди отдавали свои жизни Иисусам. Другие принимали молитву за исцеление. А кто-то ставил под сомнение наши методы. Такое тоже имеет место быть. Но главный вопрос в том, повинуемся ли мы поручению Иисуса. Я заметил, что те, кто постоянно сомневаются в чьих-то методах, редко разделяет радость приведения кого-то к Иисусу. Около трех лет назад, здесь, в Виллингдоне, я молился с одной женщиной. Мы молились через переводчика. Эта женщина посвящала свою жизнь Иисусу. У кого-то могли возникнуть вопросы к уместности этой молитвы посреди прославления. Но несколько недель назад она пришла к нам в церковь со своей семьей. Вся семья следовала за Иисусом и готовилась к водному крещению. Суть в том, что мы призваны делать то, к чему были призваны первые ученики. Седьмой стих. «Хозя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте». Это те же слова, что сказал Иисус в Матвее 4, 17. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Царство Небесное пришло вместе с приходом Иисуса, и оно стало ближе к ним. Это послание подтверждалось чудесами, исцелениями и изгнанием бесов. Слова в 8 стихе очень похожи на описание служения Иисуса в Матвее 4, 9. «Сила учеников была продолжением силы самого Иисуса и давала им возможность делать те же дела, что и Он. Их слушатели должны были реагировать на это покаяние и подчинением своей жизни правлению Иисуса». В 10 главе Иисус призывает учеников к Себе, быть с Ним и познавать Его, а потом посылает их продолжать Его служение. Вот для чего существует наша Церковь — знать Иисуса лично и нести Его служение. Африканская поговорка гласит, «Пробующий мед думает о Своем ближнем». А Иисус говорит нам, «Делитесь благой вестью с радостью. Я буду служить через вас». Неужели чудеса все еще происходят? Несколько лет назад один мой друг посетил банкет для миссионеров в нашей Церкви. Пока гости поклонялись, мой друг почувствовал острую боль в пояснице. Он подумал, «Это странно. У меня нет проблем с поясницей». Но когда он поклонялся, Господь прошептал ему, «Помолись за женщину, стоящую рядом». Это было так необычно. Она же ничего не говорила. Когда банкет подходил к концу, мой друг решил заговорить с этой женщиной. «Здравствуйте. Как поживаете? Вас случайно не беспокоит боль в пояснице?» Она сказала, «О да, моя спина меня просто убивает. Я едва смогла высидеть сегодня». Мой друг ответил, «Думаю, Иисус просит меня помолиться за вас». Он помолился. А через несколько месяцев эта женщина с мужем пригласили моего друга с женой к ним на ужин. За ужином женщина сказала, «Вы помолились за меня на том банкете, и на следующее утро боль ушла». Бог сделал чудо. А можете помолиться за моих друзей? Иисус по-прежнему исцеляет. В этом отрывке 12 учеников символизирует первое поколение церкви. Они — обычные люди, как мы с вами. Они представляют молодое поколение еврейских мужчин и женщин. Да, и женщин тоже. Мы знаем из Матвея 27 и Луке 6, что за Иисусом следовало много женщин. Они были призваны из тяжелых реалий римской оккупации и вступили в сражение, но не с мечами и копьями, а с благой вестью о приходе Царства Божьего в лице Иисуса. Это было послание о трансформации и чудотворной силе. Под властью Иисуса они заложили основания для Вселенской Церкви. И мы с вами тоже призваны продвигать Царство Божье в чужом, иногда враждебном мире. Иногда нас почитают, а иногда нет. Но поручение остается неизменным. Иисус сказал своим ученикам во второй половине восьмого стиха. «Даром получили, даром давайте. Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди, в поясы свои, ни суммы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. Не нужно тратить время на приобретение дополнительных средств. Не нужно собирать золото и серебро. Не нужно набивать кошелек деньгами перед тем, как отправляться в путь. Не нужно брать с собой такую сумку, как у попрошаек, или дополнительную пару обуви, или запасную одежду для холодных вечеров. Это путешествие должно быть коротким, и в нем нужно было учиться доверять Богу о ежедневном обеспечении, как Бог будет заботиться о них. Им нужно было научиться принципу, трудящийся достоин пропитания. Им нужно было научиться полагаться на Божью заботу через гостеприимство тех, кто их примет. Они получают еду и крышу над головой. В те времена было обычной практикой, когда странствующие учителя и философы ожидали приюта и пропитания тех, кому они служили. А еще они получали плату за служение. Ученики получили благую весть о царстве и власть Иисуса как подарок, и поэтому они должны были благовествовать людям и молиться за их исцеление бесплатно. Иисус говорит нам, доверяйте мне и делитесь бесплатно. Я позабочусь о вас. Устанавливать цену за проповедь Евангелия и за молитву за людей неправильно. Помню, как мне позвонил один человек из другой части Канады. Он переживал духовное давление и решил позвонить в служение, которое находилось в его городе. Человек по ту сторону сказал, я беру 100 долларов за молитву о освобождении. Это шок. На этом их разговор закончился. Иисус отдал свою жизнь бесплатно, и любой, кто занимается служением, должен быть осторожным и не наживаться на том, кто отдал за нас свою жизнь. Далее Иисус говорит, в какой бы город или селение не вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете, а входя в дом, приветствуете его, говоря, мир дому всему. Войдя в дом, ученики должны были поприветствовать хозяев. В Евангелии от Луки есть точные слова этого приветствия. Мир этому дому. Это благословение на дом и на тех, кто там живет. Мир — это шалом, это целостность, благополучие и то, что может дать только Бог. В английской Библии в 12 стихе сказано, если дом будет достойным, это условие, указывающее на то, что учеников будут принимать, и люди будут готовы услышать благую весть о Царстве. Вот чего им нужно ожидать. А считаем ли мы себя теми, кто несет шалом в дома, на рабочие места, в автобус, в самолет, в свой квартал, живем ли мы с ожиданием того, что нас будут принимать хорошо? Несколько дней назад штат нашей Церкви выделил целый день для молитвы. Мы молились за нашу церковь, за наш город, за весь мир. А нашим заданием было отправиться в четыре ключевых места нашего города и благословлять людей словом, молитвам, действием или подарком. Мы отправились в Пэрис. В тот день шел дождь, поэтому большинство из нас провели этот день в торговом центре. Мы разговаривали с людьми на фудкортах, раздавали подарочные карты, молились за владельцев магазинов. Владельцы магазинов с радостью принимают молитву, когда не знают, как им выжить в это время. Один из владельцев магазина думал уже закрывать свой бизнес. Когда пастор Райан прибыл в Эдмондс, местные жители сообщили ему, что туда только что прибыла семья беженцев из Афганистана. Им нужна кухонная утварь и кровати. За несколько недель до этого пастор Райан получил средства от церкви, и всего за несколько минут нужды афганской семьи были выполнены. Когда мы идем благословлять, Господь идет впереди нас, а Каран Чен получила в тот день от Бога побуждение идти к студентам. Вместе со своей командой они ездили из школы в школу и молились за учащихся. Бог действует. Мы видим, что Бог открывает двери в таких местах, которые всегда были закрыты. Живем ли мы с этим ожиданием принятия? Просыпаемся ли мы с мыслью, а что Бог будет делать через меня сегодня? Иисус говорит нам, будьте готовы нести Мой мир тем, кто вас примет. Будьте готовы. Те, кто приняли учеников, приняли Иисуса. В Матвея 10-40 сказано «Кто принимает вас, принимает Меня, а кто принимает Меня, принимает пославшего Меня». Принимая учеников, люди говорили «Да, Богу» и «Его благословению». Но вот что еще сказал Иисус Своим ученикам. 13 стих. «Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отресите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Если дом недостоин, то пусть ваш мир возвратится к вам. Если к вам не будут относиться хорошо, то благословение вернется как необналичный чек. Не принявшие учеников сказали «нет Богу» и «его благословению». Иисус говорит нам «будьте готовы к принятию». Я был отвергнут многими. Не удивляйтесь этому. У меня есть вопрос к тем, кто еще не отдал свою жизнь Иисусу. Почему Иисус сказал ученикам «отряхните прах или пыль с ваших ног?» Это был знак, который демонстрировали евреи, покидая языческие территории. Так они отделяли себя от нечистоты тех мест. В случае с учениками, сделать такое по отношению к евреям за непринятие их миссий означало, что Бог осуждает их, как Содом и Гоморру. В Ветхом Завете Содом и Гомора были уничтожены за свой грех. Эти города стали поговоркой, означающей разрушение и уничтожение. С приходом учеников и проповедью Благой Вести жители Галилеи получили полное откровение о приходе их миссии, но решение было за ними. То же можно сказать и о нас с вами. Мы узнали очень много, но если мы слышим и не верим, если мы слушаем, но не каемся, если мы ходим в церковь, но не приходим к Иисусу, то нас ждет осуждение. Как сказал позже Петр, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Вы подчинили свою жизнь Иисусу? А почему нет? А через минуту я дам вам возможность сделать это. А сейчас я хочу обратиться с заключительным словом к последователям Иисуса. Что тяготит вас сегодня, если мы, ученики Иисуса, то мы посланные. Если мы посланные, то нас должны тяготить люди, не знающие Иисуса. В этом смысл всего Нового Завета. Это видение нашей церкви, семья, в которой каждый на миссии от Иисуса. Кто мы такие, чтобы после многих веков колонизации и после многочисленных ошибок и промахов христианства идти и делиться благой вестью. В нашей западной культуре есть исторический период, заставляющий последователей Христа молчать. Я бывал в трущобах Латинской Америки и в домах Азии так часто, что понимаю, что очень часто наша подача истории может быть лицемерной и неправдивой. Нам нужно смотреть немного дальше своего носа и жить так, как говорит эта книга. Нужно ли нам каяться в прошлых грехах и ошибках? Конечно, нам нужно учиться на прошлых ошибках и понимать, что мы совершим новые ошибки, но это не должно нас останавливать. Поручение Иисуса остается неизменным. Распространение послания о Царстве Иисуса началось очень скромно, но разошлось по всему миру. Кстати, большинство миссионеров сегодня не из Запада, а не из Латинской Америки, Азии и Африки. Готовы ли мы упустить свою возможность поучаствовать в той истории, которую пишет Бог? Когда я жил в Бразилии, репетитор из одного из главных новостных каналов Бразилии снимал историю о трущобах в Рио. Посреди своего сюжета он с досадой воскликнул. Никто не ходит в эти трущобы, кроме евангелистов и меня. Все остальное это просто разговоры. Но он был прав. Почему там были евангелисты? Потому что их это тяготило, и они делали что-то по этому поводу. А что тяготит нас? Разделяем ли мы бремя Иисуса? Делаем ли мы хоть что-то? Пусть Бог использует нас для Своей славы. Продолжение следует...